10 апреля состоятся президентские выборы во Франции, одной из крупнейших держав мира. И вот вопрос, удержится ли у власти Эммануэль Макрон, останется ли он на второй срок, или кто-то придет ему на смену. Там линейка запасных не очень хорошая, и среди них доминируют Путин-Ферштейр, и те, кто очень любит путинскую диктатуру и слушается Кремля. Вот чего нам ждать от французских президентских выборов, сейчас расскажу вам я, Владимир Милов. Итак, останется ли Эммануэль Макрон у власти еще на 5 лет? Ну, сразу небольшой спойлер, скорее всего, да. То есть, по всем объективным данным и опросам общественного мнения, дело идет к тому, что Макрон выигрывает во втором туре. Кстати говоря, во Франции выборы двухтуровые, и, скорее всего, 100% вероятность, что в первом туре 10 апреля президент не будет избран, и, скорее всего, все это решится во втором туре, который пройдет 24 апреля, но, тем не менее, вот там Эммануэль Макрон, скорее всего, побеждает любого из основных соперников, хотя здесь есть некоторые элементы интриги. И вот я сейчас вам расскажу, чего от этих выборов можно ждать, кто теоретически может стать такой темной лошадкой, и который бросит вызов Макрону и может вместо него избраться новым президентом Франции. Вот несколько подробностей о том, что происходит во время вот этой французской президентской кампании. Ну, первое, почему я так уверенно говорю о том, что, скорее всего, Макрон достаточно легко во втором туре выиграет, потому что у его основных соперников есть большая проблема. Сегодня самые яркие и громкие оппозиционеры Эммануэлю Макрону – это представители ультраправого лагеря. Прежде всего, Марин Лепен, хорошо известная нам лидер Национального фронта, партия, которая так называлась много лет, но вот в последние годы сменила название. Тем не менее, Марин Лепен снова, как такой вечный оппонент многих французских президентов, ведет на эти выборы, вот ей долгое время прогнозировали выход во второй тур. Сейчас у нее появился конкурент. Это известный французский журналист и публицист ультраправых взглядов Эрик Зимур, который практически вот по своим взглядам и программным заявлениям от нее мало отличим. И это сразу привело к тому, что рейтинги Марин Лепен быстро обрушились. Она вот еще несколько месяцев назад там практически опережала Макрона даже вот по голосованию в первом туре. Но сейчас вот ее популярность сильно снизилась, и они с Эриком Зимуром идут примерно вровень. У них вот типа по 15% рейтинга. Таким образом, около трети французских избирателей готовы традиционно голосовать за ультраправых. Но проблема французских ультраправых состоит в том, что вот скорее всего это их предел. То есть там допустим 35, даже 40% голосов они могут набрать, но не больше. И это означает, что во втором туре выборов они неизбежно терпят поражение. И такое было уже много раз. Например, вот 20 лет назад на выборах 2002 года знаменитая история, когда отец Марин Лепен, Жан Мари Лепен, создатель национального фронта, он проиграл Жаку Шираку. Ну и в прошлый раз мы помним, что вот в Кремле очень надеялись на какой-то серьезный результат Марин Лепен на президентских выборах 2017 года, но она довольно разгромно проиграла Эммануэля Макрона во втором туре выборов. Примерно две трети на треть вот так разделились тогда голоса избирателей. Происходит это потому, что да, сегодня ультраправые и антиммиграционные настроения во французском обществе очень сильны, но они ни в коем случае не в большинстве. Кроме ультраправых во Франции сильное левое настроение. Это вообще вот Францию часто называют социалистической страной. Там действительно очень сильная роль государства в обществе и в экономике. Сами французы часто любят повторять такую пословицу, что Франция это Советский Союз, который работает. И действительно вот из-за того, что в обществе очень сильны левые настроения, конечно же, избиратели левых взглядов голосовать за неонацистов, по сути дела, никогда не будут. Поэтому ультраправым во втором туре французских выборов традиционно ничего не осветило. Ну и вот было видно по опросам последних месяцев и лет, что да, разрыв между Макроном и Марин Лепен на случай вероятного второго тура, он сократился по сравнению с 2017 годом, но тем не менее все равно довольно уверенный. То есть до 50% голосов избирателей Марин Лепен было дотянуться сложно, потому что понятно, что избиратели левых взглядов за нее во втором туре голосовать не будут. И хотя они не очень любят Эммануэля Макрона, но тем не менее вынуждены будут отдать голоса ему, чтобы не допустить прихода ультраправых к власти. Собственно, точно такая же история с вот новоявленным конкурентом Лепен, Эриком Зиммуром. Он от нее, еще раз повторю, мало чем отличается, и вряд ли о нем стоит много говорить. Вот как вы можете увидеть на экране, естественно, он большой друг Путина из-за всегда-то телеканала Russia Today и всячески выступает с разными антизападными, антиамериканскими, антинатовскими заявлениями, говорит о том, что он хочет установить с Путиным хорошие добрые отношения, ну и, конечно же, не стесняется упражняться в такой очень жесткой антимигрантской риторике. Вот здесь, кстати говоря, я хочу сказать такую вещь, что очень многие из вот тех выходцев, например, из стран Африки и Азии, которые вот наши русские люди там видят во Франции и считают их вот мигрантами, которые насильно были завезены в Францию, там, Евросоюзом или Ваками, на самом деле это потомки выходцев из французских колоний, которые начали туда приезжать еще активно после Второй мировой войны в 1950-е и 60-е годы. Таким образом, то, что вот во Франции достаточно остро стоит проблема взаимоотношения между коренным населением и приезжими из бывших колоний, это прежде всего, конечно же, следствие колониальной политики прошлого. Например, Франция оккупировала практически всю северо-западную часть Африки, а вовсе не каких-то действий там мифических леваков и бюрократов из Евросоюза. Евросоюз вообще не влияет сильно на миграционную политику государств-членов ЕС. Это все-таки внутренняя прерогатива национальных правительств. Таким образом, просто вот эти ультраправые политики, такие как Лепен и Зимур, они эксплуатируют эту тему межэтнической напряженности, тема того, что французы серьезно озабочены приездом иммигрантов за последнее десятилетие. Но, по сути дела, вот эта вот проблема, она не является порождением последних лет. Это, в принципе, история, которая зрела давно и является следствием колониализма. Тем не менее, вот как бы там ни было, мы видим, что у политиков ультраправых взглядов, которые выступают с очень жесткой антимиграционной риторикой, шансов на получение большинства во втором туре президентских выборов нет. Но здесь вот появился один нюанс, и с этим связана определенная интрига. То есть, вот Эммануэль Макрон, он несколько последних лет так терял рейтинг, но довольно уверенно шел к победе во втором туре. Именно вот на этом факторе, что он точно обыгрывает ультраправых. Но здесь появился новый кандидат, точнее, кандидатка, которая впервые по опросам вот за несколько последних лет показала, что может составить ему конкуренцию во втором туре. И даже вот как мы видели некоторые заголовки в последние недели и месяцы, может Макрона обыграть и стать новым президентом Франции. Это вот новый кандидат от правоцентристской партии французских республиканцев, которую зовут Валерий Пекрес, и о которой стоит несколько слов сказать отдельно. Валерий Пекрес такая темная лошадка этих выборов. Она давно заявляла о каких-то больших политических амбициях, но тем не менее вот никто всерьез не рассматривал таким основным кандидатом от республиканцев-правоцентристов. Там фигурировали различные фамилии. Например, вот известный французский политик и бывший переговорщик с Великобританией о выходе Британии из Евросоюза Мишель Барнье. Вот долгое время основным кандидатом от правоцентристов-республиканцев рассматривали его. Но буквально вот в последние несколько недель, когда у республиканцев в начале декабря состоялись президентские праймерис, вот выяснилось, что среди кандидатов центристского толка Валерий Пекрес лидирует, и если она бы выиграла, это стало бы первым случаем в истории Франции, когда президентом стала женщина. Вот многие об этом открыто заговорили. Но тем не менее, хотя ее появление на авансцене в декабре придало выборам некоторую интригу, вроде как вот на фоне такой традиционной рутины появился вдруг кандидат, который действительно может обыграть Макрона. Тем не менее, вот видно, что за последние несколько недель это преимущество развалилось, и вот по самым свежим опросам на первую половину февраля видно, что Эммануэль Макрон вернул себе определенное преимущество, и у Валерии Пекрес тоже во втором туре довольно серьезно выигрывает. Кто такая Валерия Пекрес, которая вот может составить Эммануэлю Макрону конкуренцию на этих выборах? Ну, она работала министром в правоцентрическом правительстве при президенте Николе Саркази, который, я напомню, возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. И, кстати, важный момент, что премьер-министром вот в том правительстве, где Пекрес работала, был тот самый наш старый знакомый Франсуа Фион, который в последнее время вызвал волны возмущения в России и в демократическом мире, когда вот стал такой очередной платной путинской шавкой и пошел за денежки работать в советы директоров компаний, контролируемых путинскими олигархами «Зарубежнефть» и «Сибур». Вот Валерия Пекрес была министром в правительстве Франсуа Фиона. Фион, я напомню, был премьером при президенте Саркази. И, на мой взгляд, не стоит Валерия Пекрес автоматом примешивать к лагерю Путин-Ферштейров. Но вообще я хочу сказать, что вот у французских правоцентристов-республиканцев, к сожалению, есть такой нехороший след. Там очень-очень много политиков, которые говорят о том, что нужно с пониманием отнестись к Путину. Там бла-бла-бла, Запад тоже был неправ. И все вот это вот такое. И, на самом деле, у Валерии Пекрес такие нотки тоже в последнее время можно было слышать. Вот ее недавнее заявление, например, о том, что принятие Украины в НАТО она не считает приоритетом. Ну, надо сказать, что она не заходит здесь за флажки. То есть она довольно аккуратно говорит вот о текущем кризисе в отношениях между Путиным и Украиной, Путиным и демократическими странами Запада. Она призывает к западному единству перед лицом путинской агрессии против Украины. И вот, кстати говоря, она была не раз в России и изучала русский язык. И вот вы можете даже увидеть фрагмент ее обращения на русском языке, где, в общем, она говорит о том, что нападать на Украину нехорошо. Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. И начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой. Но, тем не менее, конечно, вот эта аура близости к Фиону и другим Путин-Ферштейрам из французской правоцентрической республиканской партии, конечно же, добавляет скепсиса к тому, как Валерий Пекрес будет себя вести, допустим, если она станет президентом Франции. Какого-то большого и заметного внешнеполитического рекорда у нее нет. То есть она была таким министром-технократом. Вот, собственно, одна из причин, почему она, скорее всего, выиграла Прамерис и стала кандидатом от республиканцев. У нее был такой имидж технократа, ну, более современного, более благообразного. К тому же она еще и женщина. И это тоже добавляло таких серьезных шансов против старых бюрократов. Вот при всем уважении, например, к Мишелю Барнье, мне он очень нравится, но мне кажется, Мишель Барнье такое классическое воплощение вот той самой брюссельской бюрократии, которую многие сегодня вот как ярлык и клише в Европе и в мире так не любят. Поэтому при всех его положительных качествах, например, действительно он проявил себя очень хорошим переговорщиком с Британией вот в диалоге о выходе последней из Евросоюза, но тем не менее, конечно, имиджево нужен был совсем другой кандидат. Макрон себя позиционирует как такой молодой энергичный политик нового поколения, и вот республиканцы искали какого-то такого более благообразного, более современного кандидата без такого отпечатка принадлежности к классической элите бюрократии. Вот они в итоге сделали выбор в виде Валерии Пекрес. Она всячески себя позиционирует как такой кандидат-центрист и ссылается на всяких разных популярных политических персонажей, как вот свои путеводные звезды. Например, получила широкую известность ее фразы, что я на две трети Меркель и на одну треть Маргарет Тэтчер. То есть это такой, с одной стороны, заход в какую-то либеральную экономическую политику, которая, в принципе, должна оживить вот эту социалистическую французскую экономику. С другой стороны, все-таки преобладающая референция к Меркель, то есть она не хочет уходить от каких-то стандартов здоровой проевропейской центрийской политики. Ну и надо сказать, что вот на таком имидже она получила, с одной стороны, довольно уверенное преимущество на праймерис республиканцев, более 60% голосов. С другой стороны, есть вот такой тревожный сигнал, то есть вообще вот то, куда сползает европейский правоцентрийский лагерь, ну это вот история, которая вызывает беспокойство, и Франция здесь один из таких самых тревожных алармистских красных флажков, потому что 40% членов партии на декабрьских праймерис голосовали за другого кандидата Эрика Сью-Ти, который не просто выступал вот с такими же откровенными ксенофобскими заявлениями и в том числе пропутинскими пассажами, как Марин Лепен или Эрик Зимур, но Эрик Сью-Ти откровенно говорил, что он, в частности, ничем по своим программным установкам не отличается от Марин Лепен. И единственная, в чем разница между национальным фронтом, как он раньше назывался, и современными французскими республиканцами, то, что последние, типа, лучше имеют опыт государственного управления, поэтому голосовать надо за них. Ну вот выступает он, в принципе, с такой же вот зоопарковой повесткой, как Лепен или Зимур, и это не может не вызывать беспокойства, что старейшая, крупнейшая французская партия, партия, которая ведет свое начало еще со времен галлизма, она вот сегодня сдвигается все больше в такой ультраправый лагерь, и 40% членов республиканской партии проголосовали за такого мутного и сомнительного кандидата, как Сью-Ти. Вообще, как бы, видите, такая интересная история. Получается, вот, что из четырех основных кандидатов Марин Лепен, Рик Зимур и Валерий Пекрес, вот Эммануэль Макрон, которого у нас много было принято критиковать, и которого многом критикуют в демократическом мире за постоянные контакты с Путиным, там, попытки наладить с ним диалог, Эммануэль Макрон на фоне остальных ключевых кандидатов в президенты Франции выглядит самым нормальным. То есть, Лепен и Зимур это просто откровенные запутинцы, а Валерий Пекрес, она так прямо не говорит, но пассажи там соответствующие есть, и вот выйти на совместных фото с таким уже одним из главных европейских друзей Путина Франсуа Фионом, который прямо продался Путину за деньги, вот Пекрес не просто дружила с ним, но и работала в его правительстве, и тоже в самых разных ее публичных выступлениях можно считать вот это вот стремление, что типа с Путиным надо все равно вести диалог, считаться с его интересами, не спешить там с расширением Евросоюза и НАТО и так далее. На этом фоне, конечно же, Эммануэль Макрон выглядит самым нормальным из четырех основных кандидатов. Самое интересное вообще из французских выборов, я вначале говорил о том, что Франция это такая страна левых взглядов, там действительно популярны идеи хардкорового социализма и даже коммунизма вот в его таком первозном виде, но тем не менее, вот что мы видим в последние годы, это такой уникальный феномен для Франции не характерный. Раньше там социалистическая партия, она не только долгое время управляла страной, но и была одной из двух крупнейших лидирующих партий. Сегодня французские социалисты коллапснулись до того, что их практически не видно в вопросах, они набирают какие-то там единицы поддержки, не входят даже в пятерку лидирующих кандидатов и в общем их не видно среди тех, кто даже теоретически может выйти во второй тур, ну а самым заметным кандидатом у французских левых сил является прям вот действительно такой хардкоровый коммунист Жан-Люк Меланшон. Много лет он уже в французской политике, там чуть больше десятилетия назад он откололся от той самой соцпартии, чтобы основать вот партию гораздо более таких вот мейнстримных левых взглядов. Например, смешно, действительно не воспринимайте это как анекдот, но Меланшон считает своим основным политическим партнером в России. Да-да, вот правильно вы видите на фото Сергея Удальцова и его левый фронт. Действительно, левая партия Меланшона это вот структура, которая близка к Удальцову по взглядам, ну в России это воспринимается как анекдот, но тем не менее Меланшон один из таких главных и наиболее популярный кандидат среди левых сил, его рейтинг около 10%, но тем не менее с этим конечно он выйти во второй тур не может. Это очень вообще интересный феномен для Франции, о котором стоит отдельно поговорить, что левые силы, которые здесь традиционно вроде как должны быть популярными, тем не менее не могут вот уже не первый раз выставить кандидата, который может серьезно конкурировать за власть. Вот например пять лет назад во втором туре соревновались Эммануэль Макрон и Марин Лепен это кандидаты скорее взглядов правых или правоцентрических, ну и сегодня доминирующая четверка на французских выборах это тоже представитель скорее правого, а не левого идеологического спектра. Интересный конечно вопрос почему, я думаю мы еще о нем отдельно поговорим, но здесь есть наверное несколько причин, то есть первое все-таки левые силы Франции показали себя такими нереформируемыми, то есть они никак не могут понять, что нужно двигаться центру, что во Франции есть большой запрос на решение экономических проблем и это требует ослабления регулирования, ослабления налогового бремени, все-таки движение в сторону рынка, в сторону того, чтобы что-то дать работодателям, тем, кто создает стоимость, а не только потребляет, ну вот мы видели, что когда какие-то политические силы сдвигаются от леватских в сторону центристских идей, то они очень часто могут выиграть, например, самый яркий история 90-х годов про Билла Клинтона или Тони Блэра, но французские левые никак до этого не найдут. И вторая, на мой взгляд, история, все-таки это острота вот этих межэтнических проблем, которые действительно есть, конечно же, их надо решать не в таком звероподобном ключе, как вот это пропагандирует Марин Лепен или Эрик Зимур, но тем не менее понятно, что левые силы, они как бы говорят, что все нормально и ответы на вот эти сложные вопросы миграционной политики в общем не дают. Поэтому, на мой взгляд, это одна из причин коллапса их популярности. Кстати, важный момент, и вот это один из факторов, который может стать таким фактором неопределенности на французских выборах, и в частности втором туре, что левый избиратель может не пойти на голосование, где вот будет разыгрываться президентский пост между Макроном и представителем более правых сил. Левые Макрона традиционно критикуют. Они вот сразу практически за какие-то меры по ослаблению регулирования, по реформе трудового законодательства в пользу работодателей, по снижению налогов, они Макрону придали такую кличку президент богатых. Вот это ключевой лозунг, который мы могли видеть на многих антимакроновских демонстрациях, там в том числе тех же желтых жилетах и все такое прочее. Таким образом, левые Макрона не любят, потому что он действительно начал пытаться немного либерализовать французскую экономику и освобождать ее от пут вот этого избыточного регулирования и налогового времени. Во Франции одни из самых высоких налогов в мире и, конечно, это сильно сдерживало экономическое развитие, но вот левые силы всего этого не любят. Они хотят и требуют высоких налогов, вот за это Эммануэль Макрон от них удостоился нелестных эпитетов. Одна из вещей, которую я слышу от французских коллег, что вот левые силы, левые избиратели, не имея своего кандидата во втором туре, могут просто на него не пойти. Макрона они не считают своим, ну а про более правых политиков там все понятно. И вот это интересный момент, потому что в 2017 именно левые избиратели вот создали Макрону этот ощутимый перевес в две трети голосов, если явка их будет низкой, они не пойдут на выборы сегодня, то интрига повышается. И у Макрона возникает дополнительная неопределенность, сможет ли он, несмотря на некоторый перевес в вопросах, выиграть во втором туре. Ну, вообще Эммануэль Макрон показывает удивительно стабильные результаты. Вот вы видели, что в отношении него там было много недовольства, много протестов. Но, тем не менее, у него довольно нормальный рейтинг, хотя СМИ любят вот эти вот яркие заголовки, типа рейтинг Макрона снизился до беспрецедентных значений. Но, вообще, вот если вы посмотрите на график, то видно, что Макрон это желтая линия сверху. И видно, что он был довольно стабилен в последние месяцы и годы. Есть преобладающее на самом деле количество избирателей где-то в районе там 35-40%, которые считают, что он нормально работает и должен оставаться президентом на второй срок. И таким не может похвастаться ни один другой кандидат. Хватит ли Макрону этого для победы во втором туре? Некий вопрос, определенная интрига. И в случае, если выйдет во второй тур кандидат правоцентрист Валерий Пекрес, то здесь вопросы, на мой взгляд, возможны. Тем не менее, мне кажется, что у Макрона неплохие позиции. И, скорее всего, это означает, что избиратели оценивают дело все так, что там, может быть, они и недовольны. Французы очень часто недовольны многим, часто всем. Но, тем не менее, вот видно, что они считают, что он за пять лет своего правления справился с этой работой удовлетворительно. И, в принципе, несмотря на разные к нему претензии, может быть переизбран на второй срок. Что я лично думаю об Эммануэле Макроне, и самое главное, что вот нам, россиянам, со всего этого. Ну, во-первых, вы знаете, это не герой моего романа. Например, если вы смотрели недавнюю нашу передачу про итоги правления Ангелы Меркель, то вот я как раз там рассказывал, что Меркель показала себя таким политиком-визионером, мощнейшим кризис-менеджером, которая сильно укрепила Германию, укрепила Евросоюз и провела его через шторма всяких разных многочисленных, очень серьезных кризисов. С Эммануэлем Макроном ситуация немножко другая. У него, когда вот он избирался, он же еще не только триумфально выиграл президентские выборы, получил две трети голосов, но он сформировал очень серьезное большинство своей абсолютно новой партии Франции на марше в французском парламенте. Казалось бы, вот управляй там, проводи реформы, не хочу. Но вот по прошествии пяти лет мы видим, что у Эммануэля Макрона немножко такой как бы замах был на рубль, а результат там может не на копейку, но там на две или там по крайней мере на пять. То есть он действительно позиционировал себя как такой великий реформатор Франции и Европы, но многие из его предложений были довольно наивными, над ним часто принято издеваться, например, вот на тему его идеи стратегической автономии Европы и там условно говоря отделения от трансатлантического единства с Америкой, ну и многие его экономические реформы мы разберем отдельно, кое-что ему удалось, но на самом деле забуксовали, разбились в том числе вот эти все левые протесты и так далее. Таким образом, вот я не могу сказать, что за пять лет правления ему там многое удалось и, конечно, он пять лет назад выглядел гораздо более многообещающим лидером, но, тем не менее, Макрон проявил себя нормальным, трезвым, достаточно рациональным политик. Это было, в частности, видно на примере его реакции, ну скажем, на отравление Алексея Навального и вот последующее развитие событий Макрон оказался одним из самых принципиальных европейских лидеров, который никогда не уставал напоминать Путину об этом, в том числе он звонил ему, требуя отпустить Навального из омского госпиталя, когда, помните, там Путин в этой омской больнице силой удерживал Навального двое суток и не давал его вывезти на лечение в Германию, Макрон был одним из лидеров, который помог решить эту проблему и заставить Путина Навального на лечение отпустить. Ну и в целом, вот если вы посмотрите на то, что между Россией и Францией в последнее время происходит, то риторика французской власти к Путину очень сильно ожесточилась. Вот пример недавнего заявления французских министров иностранных дел и обороны по итогам их встречи в формате 2 плюс 2 с Лавровым и Шойгу супер жесткое заявление, невероятное для французской дипломатии по жесткости языка, где они там припомнили все и давление на Украину, и отравление и посадку Навального. И вот самый главный, мне кажется, фактор, который Макрона и французское руководство в Путине раздражает, это то, что Путин всячески дестабилизирует вот это африканское французское подбрюще через присутствие там своих головорезов из ЧВК Вагнера. Для Франции это очень чувствительный вопрос. Таким образом, вот, несмотря на постоянные попытки с Путиным вести какой-то диалог, Макрон показывает, что он приверженец западного демократического единства в жестком ответе Путину на все его агрессивные поползновения. Видно вот по действиям и риторике французских властей, что они действительно озабочены тем беспределом, который Путин творит и во внутренней и внешней политике. И это гораздо лучше, чем все вот эта плеяда Путин-Ферштейров, которая может прийти Макрону на смену. Ну, про ультраправых Лепен и Зимура я вообще молчу, а вот, как я уже говорил, темная лошадка Валерия Пекрест, если она, допустим, выиграет, ну, конечно, это не гарантия, что она тут же начнет совершать какие-то пропутинские шаги во внешней политике, но, тем не менее, ряд вещей настораживает. Во-первых, ее историческая близость к таким фигурам, как Франсуа Фион, который сейчас стал одним из главных платных агентов Путина в Европе. Ну, и, во-вторых, вот ряд ее заявлений, которые явно намерены так смягчить вот жесткость сегодняшней ситуации и развернуть ее в сторону Путина. Типа, ну, надо же его тоже понять, вот он озабочен расширением НАТО и так далее. Вот эти все вещи как бы не внушают оптимизма. На этом фоне что мы знаем? Мы знаем, что Эммануэль Макрон руководил Францией пять лет. Да, периодически там были всякие метания и очень много часто избыточных контактов и довольно наивных ожиданий от Путина и диалога с ним. Но, тем не менее, Макрон с какой-то внятной дорожки из принципов единства демократического мира не сбился. Поэтому, откровенно, я на все это смотрю так, что пусть лучше он выиграет и остается главой Франции еще на пять лет для того, чтобы противостоять путинской агрессии, путинским репрессиям в России и всяческим разнообразным агрессивным поползновениям во внешнем мире, ну, наверное, Макрон будет лучшим выбором для президента Франции. Мы с вами еще вернемся и к оценке итогов пятилетнего срока Эммануэля Макрона и к тому, что, собственно, будет ближе к апрелю и в апреле месяце происходить на президентских выборах во Франции. Это был Владимир Милов. Конечно же, будем делать для вас текущие апдейты и давать оценки того, что там происходит. Но, это была попытка вкратце дать такую объемную картинку по поводу французской президентской кампании. Конечно, нашей аудитории интересно то, что будет происходить в одной из самых крупных держав мира, где может смениться или не смениться власть. Мы скоро узнаем. Подписывайтесь на мой канал. Это была ваша любимая передачка о международной политике и обнимашке с диктаторами. Ну и обязательно подписывайтесь на все соцсети команды Милова, где мы будем давать анонсы наших новых видео. Я думаю, вы уже поняли, что у нас на канале будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok